Противопаводковые мероприятия обсудили сегодня на заседании комиссии Ненецкого округа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Весенний паводок по прогнозам на территории округа ожидается в третьей декаде мая, ориентировочно 25 числа плюс-минус 7 дней. Максимальные уровни на чистой воде в Печерском бассейне ожидаются нормы и выше. При похождении ледохода уровни могут достигать высоких значений в случае продолжительного затора и возврата похолодания. Существует высокая вероятность дружного развития весенних процессов и снеготаяния при формировании половодия, что может осложнить его развитие и вызвать высокий уровень. Резкое потепление и наложение осадков будет способствовать быстрому повышению уровней и затоплению предпоименных территорий. Формирование азотографа наиболее вероятна в районе населенных пунктов Тошельска, Великорисочная, Каменка, Хангурея, остров Голубковский, остров Эгриф. Наиболее опасными с точки зрения нанесения материального ущерба от паводка, по словам Сергея Боенко, являются населенные пункты Тошельска, Великовисочная, Лабожская, Макарова, Телевиска, Куя, Нарыга, Андик, Красная, Осколково. Частично Наринмар с общим количеством нанесения более 4 тысяч человек. Ожидаемый уровень 500-560 сантиметров при ледоходе в районе города Наринмара 570-630 сантиметров, критические отметки 620-670. В районе населенного пункта Харута 840-880, критическая отметка 920. Как заявил председатель комитета гражданской обороны, угроза жизни населения в зонах потопления отсутствует. С целью уменьшения возникновения чрезвычайных ситуаций, снижения возможного ущерба в период весеннего половодия, Сергей Ефимович озвучил комплексный план мероприятий, который включает в себя обеспечение постоянного наблюдения за интенсивностью снеготания, усиление конструкции существующих противопаводковых насыпей и информирование населения о возможной угрозе потопления. Также будет проходить профилактическая работа с детьми и подростками в каждом муниципалитете, чтобы не допустить трагических случаев во время весеннего половодия. Продолжение следует...